Меня, как сказать, облапошили с документами, фальсифицированные документы, предоставили в суд фальсифицированные документы, которые везде однобоко в суде рассматривались. Во всех, в течение пяти лет, как вы не хотите, надо мной издевались, мне угрожали, что вы не хотите было. Я 63 раза ездила в Кишинев. Это невозможно, как на простыми людьми издеваются. Почему я проиграла? Я скажу почему. Потому что мой сосед, член ПКРФ, начальник вокзала ЖД по билетам, господин станциер, его поддерживает Ходничук, его поддерживает Кетрарь, его поддерживает Витюк, который пришел в прокуратуру и сказал, что нужно закрыть уголовное дело, чтобы у нас снаружи ничего не всплывало. Почему я, простой гражданин, не могу добиться справедливости в нашей стране? Почему вы меня не пропускаете сюда? Скажите, пожалуйста, это в любой другой стране такого не было бы. Не было бы даже взять Украину, взять Белоруссию, взять другие республики, такого не было. Грош цена нашей стране и нашим людям, которые не понимают, что такое хорошо, у нас тот прав, кто имеет больше прав, кто имеет больше денег. У нас с людьми не считаются совершенно, вы понимаете или нет? Я бы хотела, чтобы представители других республик, чтобы представители других организаций пришли на мое место жительства и посмотрели, какой захват земли. Съемка со спутника показывает, где есть захват земли. Но мне никто не хочет идти на то, что я права. Никто не хочет смотреть даже на мои документы. Я бьюсь, как рыба об лед. В какой стране мне идти, в какую страну? В Израиль идти, в Болгарии идти, куда идти? Я живу в Молдове, меня должны защищать в Молдове. Где наши юристы? Кто юрист у нас? Ходничук юрист? У него какое образование? У него нет никакого образования, чтобы он был по правам человека. Какой он по правам человека? Он бывший секретарь на мебельной фабрики. Сколько можно издеваться над людьми? Пожалуйста, примите меры, какая бы эта организация ни была. Невозможно. Невозможно уже у людей это крик души. Вы понимаете или нет? Таких людей много. 8 октября похоронили женщину, которая от инсульта умерла. Заняли часть ее земли. Тоже так. Фальшивые документы. Посмотрите с паспортами, что делается. Фальшивые документы, подписи. Я ознакомилась с там многими людьми. У нас организовалась организация «Женщины за справедливость». Нам не разрешают зарегистрировать организацию. Вы понимаете? В какой мы стране живем? Вы поигрыши. Это тихий ум, что творится.